Библейский портал экзегет.ру представляет Его народ, в 15 главе они получают довольно жесткий ответ. Сказал мне Господь, даже если бы Моисей и Самуил предстали предо мной, я и тогда не пожалел бы этот народ. Прогони его прочь от меня, пусть уходят. А когда они спросят себя, куда же нам идти, скажи им. Так говорит Господь. Кто на смерть обречен, пусть идет на смерть. Кто на меч обречен, пусть пойдет от меча. Кто обречен на голод, пусть голодает. Кто на плен обречен, пусть в плен уходит. Я покараю их четырьмя карами, говорит Господь. Меч будет убивать их, собаки будут рвать их на части, птицы небесные, звери земные будут есть и пожирать их. Я сделаю их примером страшным для всех царств земли из-за того, что совершил в Иерусалиме царь Иудей Моносе, сын языки. Ну, это языческий царь, который вводил, ну, формально, конечно, не языческий, но который вводил язычество повсюду. И откуда такая жестокость? Вот народ же раскаялся в конце 14 главы. Да, раскаялся, но только в тот момент, когда все стало плохо. И, очевидно, их раскаяние – это такая попытка сказать, Господи, ну, ты же с нами, ты же на нашей стороне. Давай вот сейчас ты все исправишь, а потом мы будем жить, как раньше привыкли. Вот это не пройдет. И после этих жестких слов вдруг неожиданный комментарий. Кто тебя пожалеет, Иерусалим? Кто тебя оплакивать станет? Кто подойдет к тебе, тебе посочувствует. Ты оставила меня у столицы, говорит Господь, ты ушла прочь. Против тебя я простер, мою руку тебя разрушил, жалость моя иссякла. То есть, смотрите, он призывал, он призывал вернуться, и тогда, когда этого не получилось, вот тогда уже этот удар их постиг. Вилами я развеял их по всем вратам земли. Ну, это как, берут там какой-то сноп сена и разбрасывают его, да? Я оставил народ мой бездетным, по воле моей он гибнет, ведь они с пути своего не свернули. По воле моей вдов у них стало больше, чем песка морского. Наслал я на мать юноши грабителей среди белого дня. Обрушил на нее внезапно смятение и ужас. Родившая семерых, теперь бессильно, дух испускает. Зашло ее солнце в полдень, опозорена она и поругана. А те, кто выжил, я отдам мечу, отдам врагам, говорит Господь. О, мать моя, горе мне, что меня ты родила, того, кто тяж бы ведет и спорит со всей землей. Не давал я в рост денег, не брал я в долг, но меня все проклинают. А это уже реплика Иеремии. А как тяжело говорить эти вещи. Легко и приятно пророчествовать о победах, о достижениях, о том, как все прекрасно у нас. А вот о таких вещах. И народ его ненавидит. И самому ему это все неприятно. Вот как тут быть? И сказал Господь, я дам тебе свободу для добра. Я заставлю врагов умолять тебя в час беды и в час ненасти. Тоже сомнительная привилегия. Ну, умолять и что, и чем это мне поможет. И дальше такой сложный диалог, где Бог обращается к народу, он через Иеремию, а народ ему отвечает. Иеремия ему отвечает. Кто сломает железо? Железо с севера и бронзу. Вот имеется в виду эти жестокие северные завоеватели, в данном случае это вавилоняне. Богатство твои сокровища, это уже он обращается к Иудеи и Иерусалиму. Богатство твои сокровища я сделаю добычей легкой. За грехи, что ты совершал во всех твоих уделах. К врагам идти тебя заставлю, в страну, которую ты не знаешь. Ибо гнев мой против вас горит, огнем пылает. И, конечно, предсказание о грядущем плене. И тут вступается Иеремия сам. Ты, Господь, знаешь, вспомни обо мне, позаботься, отомсти за меня гонителем, по терпению своему не губи меня, зная, ради тебя терплю унижение. Когда слово твое приходило, оно становилось мне пищей. Для меня слова твои стали ликованием и радостью сердца, ибо надо мной провозглашено твое имя, Господь Бог воинств. Отвечает Иеремия, он же носитель слов Господа к своему народу. Но одновременно отвечает и этот народ, вот, по крайней мере, та его часть, которую о Боге еще помнит. Иеремия отождествляет себя со своим народом. Только что он жаловался, меня все проклинают, я несу твое слово, но они его не принимают, против меня выступают. И здесь он отождествляет себя со своим народом. Вот это тоже удивительная вещь, потому что очень легко сказать, «Ну да, Господи, эти все сволочи мерзавцы, но меня-то ты награди, а их накажи как следует, я только за». Нет, в момент бедствия он остается со своим народом. В момент бедствия он становится голосом этого народа к Богу. «Не сижу я в кругу насмешников, не предаюсь веселью. Под рукой твоей сижу одиноко, ибо горечью ты меня наполнил. Почему моя боль не проходит? Рана моя не заживает, исцелиться не может. Для меня ты стал потоком, пересохшим водой, обманчивой». А вот здесь он уже спорит с Богом. Он говорит, «Господи, я-то не грешу вот так, как они, но мне-то все равно плохо». Поток обманчивый, пересохший. То есть бывают в пустыне русла, по которым вода течет только после дождя. А вдруг что-то изменилось, там, не знаю, какие-нибудь камни осыпались, и вода стала течь по другому руслу. Он пришел к этому в надежде получить воду, а воды нет. Обманчивый, пересохший поток. Вот он Богу такие слова говорит. Ничего себе. И что Бог ему на это ответит? «И сказал Господь, если ты вернешься, я тебе отвечу, ты предо мной предстанешь. Если ценные отделишь от пустого, ты устам моему подобишься. Люди к тебе вернутся, но ты к ним не возвращайся». Кому он это отвечает? Иреме или всему народу? «Если ты вернешься, я тебе отвечу вроде как народу. Люди к тебе вернутся, но ты к ним не возвращайся, вроде как Иеремии. То есть ты помиришься со всеми, но не будь таким, как они. И дальше уже конкретно Иеремии. «Я поставлю тебя против всего народа неприступную стеной медной. На тебя они ополчатся, но будут пред тобой бессильны». Вот кем бы я ни хотел быть для своего народа, это медной стеной, с которой этот народ воюет, и ничего сделать не может. Лучше, конечно, чтобы он не мог сделать, чем он мог бы убить. Но я не хочу, Иеремия не хочет явно быть тем, с кем воюет его собственный народ. А Господь его ставит в это положение. И он совсем не отвечает Иеремии, «Ничего, ничего, я тебе помогу, я тебя там награжу, все будет хорошо, хотя и люди к тебе вернутся». Он его призывает, по сути дела, на бой против своих, на бой ради Бога против своих. «Ибо я с тобою, я спасу тебя, я тебя избавлю, говорит Господь, я избавлю тебя от злодеев, из безжалостных рук вырву». И это Иеремия народу. Да, вот смотрите, здесь Иеремия часть этого народа, какая-то наиболее здравая, та часть, которая еще слышит голос Господа. И вот через Иеремию он народ этот вытаскивает. Но для этого эта здравая часть должна войти в конфликт с нездравой, с той, которая погрязла в язычестве, распутстве, идолопоклонстве, в всевозможных жестокостях, несправедливостях и прочем. И вот не получается так, что все гладко, ровно, вот у нас много очень говорят о том, что единство, солидарность. Да, но ни единство, ни солидарность добра со злом. Да, но это единство, оно должно проходить через исцеление пораженного, через отсекание сгнившего. Но здесь трагедия Иеремии как раз в том, что он вечно на фронтире. Он вечно вот на этой линии фронта между добром и злом. Он старается быть на стороне добра, но, может быть, не всегда у него это получается. Вот если ты вернешься, я тебе отвечу. Он говорит всему народу, но может быть, Иеремий в чем-то. Иеремий так сказал, господи, ну ты меня уже замучил, надоел, не хочу, не могу. Говорит, если вернешься, я отвечу. Я-то здесь, вот ты куда-то отошел от меня. Вот, и он вроде бы и отходит и возвращается. И вот его личная трагедия – это капля, в которой отражается трагедия его народа. Он себя не отделяет от этого народа, но он себя отделяет от зла, которое творит этот народ. Вот это в книге Иеремий, конечно, удивительный мотив, он постоянно встречается. И в 16 главе этот трагизм будет еще нарастать противостояние пророка своему народу и то, как он служит Господу, одновременно спасая свой народ. Субтитры создавал DimaTorzok